Раз уж, раз уж выпала возможность, честно говоря, я, конечно, абсолютно не верю в Вашберна в этой игре, вот так вот. Я, я не знаю, что должен сделать Вашберн, чтобы, не знаю, что-то, что-то, что-то противопоставить вампирам. Все-таки дождь, ну, ладно, как бы, вампиры забьют свою атаку, потом некрам придется страдать, видимо, посмотрим. Ну, есть, может, вера в волков и в пятку, я не знаю, как вы думаете. Просто, на мой взгляд, это какой-то чудовищный несправедливый матчап. Ну, с другой стороны, Энфи уже пофиг. То есть, он может просто кататься лицом по клаве, вопрос только в том, займет он первое место или первое, потому что Кащей второе не займет. В смысле, первое не займет. Про второе я оговорился, там еще, а Данта подождать, конечно. Ой, 1-1. Ладно, Энфи нашел способ сделать матч поинтереснее. Классический самурай в перде. Вот есть Дема в перде, в беде, и самурай в перде. Ну, вот, это ваш берн. Энфи умеет ловить единички. Это его дар. Дар и проклятие. Энфи просто решил, что он в защите более опытный игрок, поэтому сразу решил сделать сложную ситуацию и вытаскивать себя за волосы из болота. Опа, рычка. Опа. Опасный волк. Да, что-то волк не порадовал. Тебя же вроде брали ради МБ к ловсы, а ты что? Все-таки волчек сел на мяч. А, будет фол. Энфи стримит? Нет. Энфи только тихо сидит в чате. Обычно. И иногда по-вампирски смеется. Вампирский смех вы можете сами себе представить, как хотите. Приятные дайсы. Простое проталкивание. Попытка выбить опасного волчика. Рерол. Ну, это профи-рерол, очевидно. Волчек не тресный. Это немножко не то, чего хотели вампиры. Ну, агила... Ай. Не вовремя агила решила пососать. А, у нас, по-моему... Да, я что-то путаю. Агильный гуль получил минус силу у этого. У Веста. Я все время путаю. Я думаю, в сквигах на вампах все же играть нужно будет его реплей посмотреть. Но реплеи поздних вампиров очень сильно отличаются от реплеев ранних вампиров. Ты можешь посмотреть на ногогрыза. Ты можешь посмотреть на ногогрыза. Как он играет на вольфирах. У него, правда, в последнее время, мягко скажем, не самые лучшие дни. Но ногогрыз довольно квалифицированный игрок. Так что, если тебе вдруг интересно, можешь посмотреть на ногогрыза. реролл. Интересно. Не стали сосать. Может быть, где-то сохранились еще матчи Ситара на вампирах. Но я по-моему, Ситар как раз хорошо начал. И потом очень плохо кончил. Приятно. Все пытается выбить с МБшкой Волчика. О, это уход с поля. Классический Энфи. Даже по сосам не ушел. Просто пробился. Молодец. Я смотрю, Энфи, Энфи просто набирает обороты, ребята. Чувствуете, как спецобилка вампиров работает, когда они уже вышли в ПО? Вот. О! 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 появилась у меня одна идейка у кого можно попробовать взять интервью интересная идейка ладно подумаем и опять волка профи не сыграл как же вампиры хейтит этого волка ой опасно было заметьте две единички а еще гафы и кидать еще гафы и кидать ух это было страшно у дрега возьми я не очень люблю дрега и он не очень интересный у инфи нет у одного представителя бывшего представителя кровавый я просто я посмотрел на тех кто в этом сезоне что-то показывает я подумал что наверное может быть я подумаю ну можно миксовать по дивизионам то есть взял одно интервью вышки взял одно в сале возьми дальше в среднем как-то так возьми у привета а в чем целеполагание интервью этого интервью кащей я бы я не могу прислушаться к твоему совету не потому что привет это привет а потому что ты меня уже разочаровал интервьюшкой я не собираюсь всех с вышки нет не преследую такой цели мы потихоньку догоняем прямой эфир а чем именно разочаровал в интервью я могу процитировать одного из читателей я не поленюсь сейчас процитирую одного из читателей чтобы не соврать какое же душное интервью вот мне она тоже показалась душно так он уже на форуме так это сделал кащей зачем я наоборот считаю что дурачкам не надо уделять внимание надо у дио взять у него особенный сезон я думал о дио но не знаю не сейчас наверное мне кажется что можно у баристана попробовать ну чтоб баристана внезапно выстрел уверен из всех задайсел в дивизионе человек старой формации я имею ввиду старый рубль не формации ну у египтянина сразу после того как он разбанит меня у себя на канале у лилы можно было бы взять интервью я правда не уверен что я бы смог там это будешь спрашивать его отвечать будет лила знаешь можно взять интервью у лилы а потом в конце на кусать вообще-то я брал интервью египтянина на все вопросы ответила билла жаль по-моему единственный человек который считает кащея положительным персонажем это каще он он априори заинтересованное лицо ребят не верьте кащею я еще думаю что интересно было бы взять интервью у джона потому что джон какой-то такой человек который не особо где светится сержик наверно тоже человек который не особо где светится надо еще подумать у меня дня два есть напад на подумать плюс-минус а я нашел еще одну хорошую кандидатуру но не буду ее спойлер еще можно было кстати пообщаться с дарк верджилом а тот а то он тоже как-то это внезапно выстроил ну еще не до конца но ползет потихоньку знаете у кого надо было брать интервью из сала ребята хорошо инфи сыграл но с кубами не подфаркило у комбинатора как я блин не догадался надо было брать интервью у комби вот уж золотой кладезь комби бы объяснил бы из-за блатбол из-за жизнь за все остальное похоже некор забьют это не самый хороший момент для ваш берд но стоит понимать что в этом драйве у энфи очень плохие губы прям полная задница у рашпеля кстати можно было бы взять интервью рашпель тоже такой в середине процесса выхода в вышку молодец ваш дух опять же конечно у энфи просто кубы кончились но все равно драйв вышел интересный а как ни странно кстати думаю ситара тоже можно попробовать взять когда-нибудь интервью вот если ситар будет рассказывать какой он добрый хороший и клёвый это будет как-то более органично чем когда это делал кощей понимаете о чем я как бы читатель будет верить ситару песен как я понимаю ученик умруна тоже я по крайней мере видел его только на стримах умруна это это кто-то из тусовки мамочки ну вот так что так что видимо умрун там создает свою эту лигу убийц блатбольных в следующем сезоне вернется его ученица бисент поднимется в среднее там уже создается вот это вот подпольная империя умруна ну вот так вот там у мруна школа что ли не знаю может быть умрун увидел бизнес-план ситара и пошел и поехал и судя по количеству учеников умруна как-то это притягательная манера взаимодействия раз к нему приходит столько людей у меня тоже очень много учеников но вы о них не знаете потому что они выучили урок когда был ну блин у меня простые уроки пбб удаляешь забываешь все не ну я я к ефирюги по-другому отношусь как это знаете я его симпай вот так вот я его симпай да вот морда мой успешный ученик прям постиг дзен он мой кахай я его симпай вот так вот но умрун еще и анимешная мамочка так известно анимешные мамочки имеют 15 размер груди и у них очень странные мысли что-то типа того неплохо некоро оторвались от вампиров вам по вроде кешь как догонят но ситуация пока не очень хорошая похоже на врыв а нет гипноз гипноз не прокатил я думал будет врыв в блоджерного волка чтобы сесть таклом на мяч таклом сайдстепом на мяч сейчас так я смотрю не теряет надежды выбить волка убиваторного вот вот уж вот уж человек подошел к к работе посмотрите на это вот чувствуете у энфи есть цель сделать мир чище на одного волчика и энфи весь матч от начала до конца идет к этой цели с таким упорством которому многие позавидуют вот просто энфи увидел энфи бьет остается только удивляться ну некры бегут ну не некры думаю будут довольны если забьют гол а там дальше в дефе будут что-то придумывать фиолетовые кораблики априори лучше синих в целом да но есть голубые кораблики которые можно превратить фиолетовые и такие кораблики бывают очень крутые например немецкий кораблик лейпциг он очень крутой у него очень крутая пассивка которые круто работают особенно в связке немецких крейсер ее надо доставать через коллекцию вот ты нажимала медная китон справа кнопочку мементо там есть такая кнопочка но если у тебя на него будут заточки то можно по идее тебе где-то какого-то момента все но нужно будет два флота иметь примерно равнозначных чтобы проходить сюжет и не только сюжет неудачно вампиры неплохо поджали все сделали правильно ну и не сказать что кстати легко мячик снимается то есть тут сайт степ там еще крабик но портланд же тоже ретрофитная да портланд крутая девочка особенно после ретрофита это правда спасибо регенерации у меня просто создается впечатление что еще одному драйву скорее всего ой какая своевременная шесть ой ну слушайте сейчас и поставить не грех вот из этой ситуации кажется что некоторые могут уже подумать о сталинде похож на по крайней мере я не вижу способов для того чтобы вампы могли тут как то это быстро отжать и все остальное подфартило резко с пробоем но кое бывает вампиры умеют внезапно кончится обидно и и ничего не получил они получил почему вру вру профи сыграл попытка найти 6 или заставить забить ну будем заставлять забивать жаль конечно но шо поделать лучше так чем чем дать некром может быть шанс еще немножко посидеть и побить мы кстати догнали практически прямой эфир тут осталось буквально пару ходов до до основного веселья но пд конечно для вампиров не самый приятный ивент обыгрываемый ивент но определенный ивент не а у меня первый флот лафи индианаполис портленд родни саратога юрктаун нормально второй хелена хьюстон пинг хай пенсильвания репульс лонг айленд ну понятно что по идее надо поменять будет и пенсильванию и репульс и лонг айленд пинг хай клевая девочка но там проблема в том что она работает только с двумя сестрами в идеале у тебя первый флот прям ничего прям приятненький смысле там в общем то говоря как минимум ну три кор кораблика точно то есть я имею ввиду что портланд лафи и саратога они могут играться вообще практически ну на хай энд контенте в принципе хелена в ретрофите тоже пинг хай в сборке китаянок тоже ну остальное такое средненькое родни полезная девочка потому что у нее особый класс батл крузеров и найти хороший батл крузер довольно тяжело ну инди как танк нормально отрабатывает без оргазмов это просто норм танк ну хелена норм не могу сказать что она прямо топ топ она нормальная девочка тир листы это они немножко составлены специфичные то есть я не могу сказать что тир листы которые есть они типа идеально отражают ситуацию там там вкусовщины хватает инди с портландом понимаешь обилка которая дается инди портланд она не такая типа крутая портланд шикарно играет без инди портланд абсолютно самодостаточный кораблик которому ничего не надо она топ и без сестру не так что такое это абсолютно я просто я их долго гонял вместе я знаю о чем говорю о вышла новая серия по азур лейну кстати так так В общем, я бы говорю, тирлистам не совсем стоит верить, там куча мусорной информации. Я вот теперь сейчас зашел в тирлисты, увидел, что это, как ее называют-то, Лейпциг в Тир-3, и я бы харкнул бы в лицо тому, кто составлял тирлист. Подлодки потом понадобятся. Подлодки очень круто помогают. То есть, скажем так, вот у меня есть вульфпак практически идеальный, и три подлоли иногда реально дают больше демеджа, чем шесть кораблей других. Просто подлоли очень долго собирать, и это скорее тоже хай-энд контент. Просто на некоторых картах тебе дадут подлолями порулить. Вот. Подлоли крутые. Вот у меня вульфпак из У-37, У-47. и относительно новой девочки этой. Нет, вру. У-37 новая, у-96 старая. Да. У-96, у-37 и у-47. У-7. Я такой сайт, кстати, впервые вижу. Я вот сразу первые вижу тут, типа, ну, шампань, мягко говоря, не тир 0. Гасконь тоже не тир 0. Я, в принципе, не сомневаюсь. Ханоков тир 0.5, ну, хз. Тут еще, тут же еще нет некоторых объяснений, например, типа, что вот там пишут, что король Георг пятый в тир 1, так он в тир 1, только когда у тебя заточена специальная под него пушка, с которой еще надо потрахаться, например. Это все очень такие условные вещи. Подождите, а где Нагата? А Нагата в тир 0.5. Ну, хз. Вот пишут Нагата в тир 0.5, а на мой взгляд, Нагата это типа супер тир 0. Прямо вообще без вопроса. Ладно, еще не предлагают в ЦВ. Ну, ЦВ нормально, к ЦВ тяжело прикопаться, тут все верно. Так. Подожди, а где, а где? Подожди, тут нет даже. Подожди. Вы шо, поехали, что ли? Мне стало интересно. Извините. Лол, у них Лейпцига вообще нету. Это, может, это устаревший тирлист, я не знаю. А, нет, аж в цел, вру. Нет. Майнс, да. Ладно, это тоже более-менее верно. Ля, хочу Чапаев. Так. Немножко странноватый маг, но ладно. Или вот этот вот, эээ, так. Ну, этот тирлист как-то очень неудобно сделан. Ну, ладно. Ну, вот, 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 второй тирлист точно помойка. Первый тирлист еще местами более-менее ок, другой тирлист прям супер помоющий. Без вопросов. А так и бывает, Китон. До золота надо дожить. Вот так вот. Ну, попробуй, Андрей. Благо, времени до нового сезона осталось не так много. Ну, вот. Просто вот эти вот все тирлисты без тонкости, оно такое себе. Проще самому гонять кораблики и понимать, какой кораблик смотрится, какой кораблик не смотрится. Ну, что, верим в рычку волка или не верим в рычку волка? Может быть, даже и не стоит рычать волком, может, стоит просто сбрить раба. у меня сейчас вообще кубов под 200, но, типа, еще мучится и мучится. Рычка не получилась, есть, но есть еще шанс. Ну, я думаю, что... А какой командой ты хочешь пойти? Давай уточним. Но, в целом, если ты новичок, иди, конечно, в сквиде, чтобы играть с другими новичками и не париться. Ну, понимаешь, хорошо, что ближайший советский ивент, он на... Как это правильнее сказать-то? Ну, там мало кораблей, их легко будет выхватить. Так что, я бы на твоем месте не очень волновался. Ну, хуманцы же, ну, иди в сквиде, покачай там хуманов. Можешь пойти в сало, но... Вот можешь в дискарде глянуть, кого мне дали, например. Если ты готов нулевыми хуманами играть с таким, то иди в сало. Я вот даже прокачанными немножко гномами что-то не особо горю желанием. Нет. А зачем ресерч? Ну, чтобы крафтить крутые пушки, крутые итемы, и плюс еще ты достаешь чертежи на кораблики, которые нужны для прокачки прототипных корабликов. Прототипные кораблики, они прям очень хорошо. Там прям отстойных корабликов буквально один или два, все остальные лютые имба. Игра у меня в среду завтра в семь часов. Единственное, могу тебе дать совет китам на тему оно мне сейчас нужно или это лейтгейм. Ну, ты можешь просто потихоньку качать, потому что для того, чтобы открыть кораблик в шипьярде, вот, тебе нужно боевой опыт набивать. То есть, когда у тебя опыт за драки идет, то у тебя потихоньку открывается кораблик. Там нужны еще заточки, еще всякая херня, но этого хватит. Там одна фишечка Китон, которая важна. Тебе в начале подарят возможность как бы получить 200 халявных заточек это очень много, поверь, это чудовищно много. Вот. для какого-то тир один, ну, из первой волны прототипов корабля. И выбирай внимательно. Я имею ввиду, что надо понять, какой флот ты хочешь собирать и какой кораблик тебе нужен. я бы сказал бы, что там наверное, наверное, выбирать надо между тремя корабликами, но может быть даже и пятью все-таки. То есть единственный кораблик, который меньше смотрится, это Сент-Луис, потому что она из той нации, которая ивентовая и ее мало. А вот зато и Нептунка, и Монарх, и Руон, и Буки, и Изума, они все очень играбельные. Я вот как дубас все потратил на Сент-Луис. Я только потом узнал, что она клевая девочка, но не особо работает в тех схемах, что есть. Я бы на этом месте может даже Монарха покачал. Монарх очень клевая девочка для для стартовой игры, если ты ее сможешь построить. У нее прям очень прикольный скилл есть. у нее точнее два скилла, у нее есть типа там выстрел Монарха, это такой крутой бараш на всю карту, и у нее есть еще отхил. Вместе это довольно прикольные вещи. Нептунка тоже прикольная, правда. Но там когда ты выбираешь ресерчи, то есть открываешь ресерч академию, там внизу есть такая хрень, как ресерч фокус. И ты там можешь выбрать кораблик, который покачать, для которого будут падать заточки. Вроде бы это еще осталось в игре. А еще будут квесты на ресерч, они тоже хорошие. Их тоже лучше будет потом валюту с них тратить на заточку. Не самая простая ситуация для выбивания меща. Я не уверен, что она во-первых без 30-го лвла хуже. За счет стартовых заточек понимаешь их 200 штук. И если ты просто будешь выбирать бесплатные Т1 где выпадают заточки и будешь выбирать монархические тратить на них деньги ты очень быстро добьешь ее до Т30. Но она и на 25-ом хороша. Так что ты не прав. Обидно. Теперь вопрос кинет ли два плюса Энфи. А их 300 даже. Да. Ну слушай это дохрена. Я имею ввиду что очень легко добить. За 300 заточек очень легко добить. Боевая ничья. Там же прикол в том что тебе нужно чтобы кораблик подбить с нуля до этого тебе нужно 343 заточки. А 300 ты получаешь на халяву. То есть получить 30 деф левел неужели 43 заточки самораспространенной хрени ты не получишь. Получишь все больше выглядит так что Энфи выйдет с первого места. Он скажем так если сейчас Каще еще и привезет шансы на это конечно есть то тогда Энфи выйдет даже с первого заранее и сможет с чистой совестью отдаться Кащею. Извините вообще на самом деле если Кащей например катнет ничью даже этого хватит потому что у Энфи божественная разница плюс 13 и как бы можно честно сливать Кащею пропускать его в ПО ради халявы вот и все я не учу человека плохому но это не самая плохая линия поведения не а как а это и а